Волгодонск становится таким оплотом бойцовской жизни всей России. В таких маленьких провинциальных городках и рождаются чемпионы. Спорт, если хочешь добиться успеха, нужно проявить терпение. Не всегда приходят победы, скажем так, не сразу. Нам повезло, что в Волгодонске есть такое место, куда приезжают чемпионы, приезжают издалека для того, чтобы потренироваться здесь, получить опыт. У нас в принципе в городе много секций, много тренеров, но их уровень оставляет желательства, как говорится. Поэтому ребята едут в наш зал на молодежном, получить знания, потренироваться и подготовиться к своим чемпионским боям. Вот Евгений будет драться с Джонсоном, тяжелый бой, но я думаю, что то, что мы для него приготовили, будет сюрпризом для Джонсона и радостью для всех болельщиков Евгения. К нам постоянно приезжают, и я уже сказал, что приезжают не куда-то в другие секции города, а именно вот в этот зал, именно в молодежном. Почему? Потому что здесь есть тренера, здесь есть Тимофеев Николай Петрович, который тренировал меня, который был в лагере у чемпионов мира, там, Дрозда Гриши, Левья Дениса. И он понимает концепт, он знает, как сделать подготовку, чтобы она принесла успех в бою. Поэтому ребята видят это, и ребята едут вот сюда. Это не может не радовать, что Волгодонск становится таким оплотом бойцовской жизни всей России. Профессиональный тренерский состав заставляет сюда ребят ехать сюда издалека, и это большая возможность для родителей отдать своих детей, как говорится, в правильные руки. И вырастить чемпион. Меня зовут Виталий Бигдаш, я являюсь бойцом ММА, бывшим чемпионом Ван Чемпионшип. Это сильнейшая организация в Азии. Сегодня мы приехали к нашему другу, прославному спортсмену Дмитрию Кудряшову, в город Волгодонск. Планируем потренироваться в этом замечательном зале. Поэтому все очень интересно, попробуем сегодня поработать. В принципе, я тренируюсь всегда. Так как я сейчас буквально только после боя, я планирую хотя бы недельку отдохнуть. Но для меня отдых это не просто лежание на диване, грубо говоря. Я люблю чуть побегать, чуть поделать кондиции, физику, чуть по мешку поработать. Тем самым, в принципе, я планирую сегодня поработать. Но друг мой Евгений Гончаров, он готовится к бою, поэтому я приехал чисто его тоже поддержать вместе с ним. Они будут сегодня с Димой работать в парах, я так понимаю. Поэтому сегодня, я думаю, хорошая тренировка предстоит. В таких маленьких провинциальных городках и рождаются чемпионы. Потому что есть ряд определенных причин на это. Во-первых, то, что молодежь, есть два пути у молодежи. Либо спорт, либо запрещенный препарат, алкоголик и т.д. и т.п. Поэтому очень много в таких городах и тех, и тех. Но, как правило, выходят оттуда очень хорошие бойцы, чемпионы и спортсмены. Таких примеров очень много. У нас по области тоже в таких небольших провинциальных городках, в частности, как и Новочеркас, Мавошахтинск, те же вот, Волгодонск и много очень известных спортсменов. По этой самой причине, я считаю. Начинающие спортсмены и дети, точнее даже их родители, я думаю так, что не откладывали занятия спортом и занятия здоровым уровнем жизни куда-то туда подальше. Я считаю, что надо ребенка не самых маленьких лет, не с трех, грубо говоря, с начала школы, с 7-6 лет, начинать потихоньку приобщать к спорту, чтобы посещали залы, неважно какого вида спорта, единоборств, в любом случае. Я считаю, что родители, это работа, по сути дела, родители. Нужно приобщать к спорту с ранних лет, я так считаю. Меня зовут Евгений Гончаров, я являюсь двукратным чемпионом мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе Лиги ACA и Лиги WFCA. Это одни из лучших лиг мировых. ACA входит в топ-3 лучших лиг мира. Откуда вы к нам приехали? Я приехал к вам из Ростова-на-Дону. Приехал на сборы Дмитрию, другу моему. Он помогает мне готовиться к бою. 27 августа у меня будет бой с сильным соперником, американцем, Тони Джонсоном, трехкратным чемпионом мира, тоже по смешанным единоборствам. И у нас такой бой, скажем так, претендентский назовем его. Победитель этого боя будет драться за пояс, за звание чемпиона. Где смотреть, где болеть за вас? Бой будет проходить в Краснодаре, в баскет-холле 27 августа. Матч ТВ будет показывать все это дело в прямом эфире. Так что смотрите, болейте, приезжайте. Как вам вообще город наш? Город мне нравится, достаточно хороший, люди добрые. Мне здесь комфортно. Я считаю, что хорошо развит достаточно, потому что у нас в области сейчас, в принципе, со спортом проблемы. Спорт просел сильно, особенно там борьба, бокс. В Волгодонске хорошо развивают и бокс, и Дмитрий, и как бы его друзья, товарищи развивают бокс хорошо, помогают молодежи. Если родители собираются давать детей в единоборство, я бы сказал им терпения пожелать, и их детям тоже. Потому что спорт, если хочешь добиться успеха, нужно проявить терпение. Не всегда приходят победы, скажем так, не сразу. Нужно уметь и проигрывать, потерпеть, проигрывать, пережить неудачи, и результат придет. Но нужно терпеть.